Всем привет, кто меня смотрит! И это мое завершающее видео в рамках совместного проекта 50 оттенков темных. Участвовала я в этом проекте с набором от фирмы Pana Белая Сова. Размер готовой работы получился 200 на 150 крестиков. Вышивался он на конвея иди черный 14 каунта и здесь всего участвовало 7 цветов. Вышивается он крестом в две-три ниточки. Совместный проект 50 оттенков темного 15 февраля завершается. И я очень спешила закончить эту работу, потому что мне хотелось выйти из проекта с завершенной работой. И мне это удалось. Буквально этой ночью, а именно в час ночи, я сделала свой последний крестик в этой работе. И вот вы видите ее на своем экране, постиранной, выглаженной. Конечно, она еще не оформлена в рамку, но это обязательно случится и надеюсь, что в скором времени. С каждым крестиком я влюблялась в этот дизайн все больше и больше. Посмотрите, какие перья реалистичные, какие крылья у совы. Эта сова получилась волшебной. За счет того, что эта картина вышивалась в две и три ниточки, картина получилась очень объемной. И такое чувство, что вот-вот эта сова вспорхнет с картины. Все мы с вами любим вышивать. Кому-то нравятся пейзажи, кому-то домики. Кто-то любит вышивать цветы, а кто-то животных. Но не все задумываются, что же она означает, та или иная вышитая нами картина. Согласно древнему китайскому учению фэн-шуй, каждая вещь в доме, в том числе и вышитая картина, может принести в этот дом любовь, счастье, гармонию. А может и наоборот являться причиной неудачи. Вышитая сова – это символ мудрости, эрудиции. Она оберегает от неррациональных денежных вложений. Я очень рада, что я попала в такой совместный проект. И благодаря этому проекту моя картина вышилась за два месяца. Ну, может быть, два месяца и одну неделю. Вот покажу вам поближе крестики. В принципе, крестики ложились очень неровненько. Вот такая красавица-сова у меня получилась. Хочу сказать спасибо создателям этого проекта. Всегда вышивать вместе веселее. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами была Люля-вышивальщица. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...